А здрасте! Всем приветуренькие друзья, у нас золотой колос продолжается и пошла у нас новая тройка дней, если можно так выразиться. И по сравнению с прошлой серией, баланс наш немножечко просел, потому что я кое-чего прикупил. Но об этом, друзья, чуть-чуть попозже. Хотя, на самом деле, не знаю. Короче, погнали разбираться со всем, что у нас есть, что нам надо сегодня сделать, что мы прикупили, что нам надо прикупить и так далее. Начнем мы, друзья, с наших тепличек. Первый урожай у нас уже отработал. Можно вносить удобрения и можно будет, в общем-то, этих всех пацанов засеять. На восточном тепличном комплексе я засеял клубничку, а на северном тепличном комплексе я засеял тоже клубничку. Все просто, да? Я, в общем-то, решил, что пока не будет никаких контрактов, снабжений и прочей вот этой вот фигни, мы будем сеять клубничку. Или сажать. С ней, друзья, меньше геморроя по продаже, потому что ее получается с двух теплиц, там около миллиона восемьсот литров будет. Их будет проще продать, чем томаты. Я понимаю, что томаты может быть чуть-чуть выгоднее, но с ними больше геморроя, а время, деньги и все такое. В следующий раз мы уже внесем все удобрения, которые у нас останутся, там пара литров останется, поэтому надо будет уже в следующий раз их обновлять. С восточных тепличек еще вывезся не весь грунт, 538 кубов, но это не горит, еще есть три дня на это, поэтому потихоньку это все дело вывезется у нас. Далее, друзья, по заводикам погнали посмотрим. Во-первых, мельница. Тут у нас вообще все пусто, линии остановлены были, надо было то, наверное, провести, хотя ладно. Мельницу мы сегодня запустим и будем делать там муку, но не будем ее фасовать, потому что на срочный груз может прилететь еще и нефасованная мука россыпью. В общем-то надо сделать себе небольшой запас. Сделаем запас, остальную расфасуем и потом продадим. Тут, в общем-то, все просто. Крупорушку запускать не будем, потому что вся крупа у нас есть, заниматься ее продажей не очень выгодно. Будет контракт, тогда запустим вырастим что-нибудь. На сахарный завод, друзья, мы вывезли часть свеклы. Она тут работает. Как только свеклы станет меньше, чем миллион восемьсот литров, я займусь вывозом того, что у нас осталось. Потому что у нас миллион восемьсот литров как раз и осталось на складе. Сейчас он туда не влезет, потому что склад на три миллиона шестьсот. Завод будет работать долго. Жмых потихонечку буду вывозить в течение там не знаю какого времени. Тоже какая-то копейка нам будет за это, наверное, прилетать. Далее, друзья, мебельная фабрика. На мебельной фабрике у нас все переработалось. По-моему, еще в прошлой серии появилось двести сорок девять кубов бруса. Как я уже говорил, двести кубов мы в заначку отвозим. Это будет у нас в стройке и шестьдесят кубов из них уйдет на всякий случай на срочный груз. После того, как вывезем, запустим линию производства ДСП и линию производства мебели. И остаток бруса весь переработаем в мебель. Тут, в общем-то, тоже все понятно. Ну и, друзья, появилось у нас еще одно предприятие, которое я купил. У меня было два варианта, что купить. Я сделал опросик для спонсоров и, в общем-то, они выбрали маслоэкстракционный завод. Второй вариант, который был у них в предложении, мы купим через три дня, к концу этого сезона и тоже там поупарываемся, в общем. Но что это будет, узнаете, в общем-то, через три серии или через две, не знаю. В общем-то, маслоэкстракционный завод умеет у нас отжимать масло из льна, подсолнечника и канолы. Из подсолнечника он делает подсолнечное масло жиденькое, которое можно будет потом фасовать. Из канола и льна получается льняное и рапсовое масло. Фасовать его нельзя, но вроде как оно сразу же фасовано и получается. Точно не знаю, потом посмотрим. Завод, друзья, работает круглосуточно. На складе у нас есть лен, поэтому я думаю, что этот завод мы запустим вот буквально сразу же. Также тут есть линия производства халвы казинаков, но она требует для себя белый рис, который мы пока не можем выращивать и добыть. Поэтому эта линия работать не будет. Также, друзья, я же его купил еще, сделал запрос в прошлой серии, а у нас следующий день был посевной. За это время завод, скажем так, приобрелся и я прокачал две линии. Линию отжима масла. Теперь она работает со скоростью 22 куба в час производительность. И линию фасовки масла. Тут ненамного производительность повысилась. Следующая прокачка там, короче, не скоро у нас будет. Я уже не помню, сколько там рейтинга требуется. Поэтому с этим заводом все понятно. Последнее, друзья, это наши поля. На нашем большом поле я засеял пшеницу для того, чтобы сделать муку нефасованную и на склад ее отвезти. Остальные наши поля я засеял полностью канолой для производства рапсового масла. Не знаю, сколько ее здесь получится. Сейчас вырастим канолу, потом подсолнечником поупарываемся. В общем-то, все посмотрим. Также, друзья, в наших владениях появилось еще одно довольно-таки большое поле под номером 19. Тут растет кукуруза. Это кукуруза, посеянная на NPC. Я ее не убрал. В общем-то, уберем сегодня. Можно, в принципе, тоже крупу будет переделать из нее и продать потом. Урожая там будет немного, потому что поле неухоженное. Я его купил, оно уже было созретым, созревшим. Поэтому вносить удобрения смысла не было. Потом, разумеется, нужна будет вспашка, когда потребуется известь, я без понятия. Но до следующего пополнения извести, вот эти ближайшие три дня, когда у нас пассивная, мы ее внести не сможем. Ну, не будем, точнее. В теории-то сможем, конечно, но я этим заниматься не буду. И последнее поле, 18-е, которое у нас есть. Я потом, друзья, об этом пожалею, но я опять засадил его лесом. И здесь уже растет не 100 деревьев, а 240 или 260. Вот точно не помню, надо в статистику посмотреть. 260. 100 деревьев у нас было посажено и повалено, и еще 260 посажено в сумме к тому, что у нас было. Расти это все дело будет 10-12 дней, я точно не помню, не сумел я посчитать, в общем-то. Пускай растет, когда-нибудь мы все это дело повалим, отвезем на нашу мебельную фабрику, сделаем из этого всего дела мебель. Возможно, это будет всего лишь один раз, мебельная фабрика нам после этого будет не нужна, мы ее нахрен продадим. В общем-то, погнали тогда развлекаться с нашими полями, запускать всех в работу и развлекаться. И первое, друзья, отправляем работать нашего кейса. Он будет убирать пшеничку, сейчас мы еще поставим сюда товарища, который будет ее на склад отвозить. Знаете, с учетом того, что полей много, надо как-то больше на полях скорость повышать. А если возить это сразу все дело на мельницу, то это будет не очень быстро, мы понимаем, да? Прекрасно. Комбайн будет простаивать и все такое проще. К красному кейсу отправляем работать красного мана. По-моему, вполне логичная пара. Чай, вот только поставим куда-нибудь на дорогу, например, вот сюда. И отправляем его работать. Все, эти пацаны работают, вроде как должны будут без проблем справиться. Далее, друзья, отправляем нашего Фэнда. Он будет у нас убирать кукурузку, потому что к нему есть жаточка вот эта вот кукурузная. Она оранжевая, к этому комбайну она подойдет по цвету, к красному, наверное, не очень. Тут не сильно много этого самого урожая будет, поэтому я думаю, что они быстро справятся. И сильного простоя у комбайна быть не должно. Хотя посмотрим. Ну и к черному комбайну отправляем черного мана. Как бы это странно не звучало. У них, в принципе, это все просто. Я думаю, что они тоже справятся без проблем. Когда закончат, переставим его, наверное, на другое поле. Посмотрим. Далее, друзья, наш оранжевый ман. Он у нас занимается всякими перевозками с другими прицепами. Короче, на этой самой, на масляном заводе у нас будет стоять вот такие вот контейнеры. Два по 30. Я, в общем-то, просто потратил комплектующие на апгрейд. Их там надо было много. Поэтому мы сейчас закупим оставшиеся, что не хватает. И это все дело я сейчас отправлю. Чтобы оно стояло там для модернизации, для ресурсов. Короче, да. 60 кубов комплектующих у нас стоит. Будет стоять еще и на маслоэкстракционном заводе. Далее, друзья, мы перемещаемся в магазин и будем тратить наши денежки. Надо нам купить еще один комбайн. Полей у нас, друзья, становится все больше. И их количество будет только расти, скорее всего. Поэтому надо взять третий комбайн, третий и последний. Ну, из, по крайней мере, зерноуборочных. И этим комбайном, друзья, у нас станет Джон Дир. Внезапно. Просто у меня такого еще не было. Поставим в систему GPS. Что у нас тут можно по колесам? Давайте двойные колеса пускай будут. 400 тысяч, зараза, стоит, правда. В общем-то, мы его покупаем. И к нему, друзья, нужна еще зерновая сжаточка. И вот тут, конечно, можете бросаться в меня камнями сколько угодно. Та, которая к нему идет по дефолту, она коротенькая. Точнее, она не коротенькая, она без подкатной тележки. Своей, собственной. Она не на колесиках и ее будет довольно-таки геморройно перевозить. Поэтому, друзья, мы возьмем другую. Мы возьмем от Нью Холланда, потому что она желтенькая. А желтенькая к зеленому, в принципе, вполне себе подойдет. Он сможет ее катать. Да, это немного не по фэншую, но это же рабочая схема. Поэтому, может быть, даже в каких-то колхозах так делают. Не важно. Короче, мы покупаем еще и вот эту вот сжаточку. Когда нам потребуется кукурузная, тогда и купим кукурузную. Она не так дорого стоит. Вполне оно нормально будет между собой смотреться. Правда, желтый, конечно, Нью Холландовский немножко отличается от желтого Джон Дировского. Но ничего. Этого товарища, друзья, мы отправляем убирать канолку с 8-9 поля. Новый комбайн, поэтому я думаю, что проблем у него никаких возникнуть не должно будет. Из грузовиков, которые способны возить зерно, у нас остался только один ман-зерновоз с прицепчиком. Поэтому надо докупить, друзья, еще один грузовик для зерна. Я думаю, что это тоже уже будет последний. Во-первых, конечно же, берем ему обычный вот этот вот прицепчик на 59 кубиков с широкими шинами, пускай будет. И, друзья, берем еще один тяжелый ман. Или взять обычный, а? У нас, кстати, обычного еще нету. Давайте возьмем для разнообразия. И пускай он тоже будет красного цвета или нет. Пускай, друзья, он будет белого цвета. Не знаю почему, но хочется белого и с красными шинами. О, можно поставить обтекатель, но мы не будем. А вот колеса поставим треллиборг, потому что они такие, знаете, для езды по полям. Покупаем за 134 тысячи и... Ну и, в общем-то, нормально эта связка будет смотреться. Вполне себе. Да, вполне себе смотрится. Тут как бы проблем нету. В общем-то, этого товарища отправляем работать с нашим Джонником и у них тоже все будет хорошо. Далее, друзья, мы переносимся к нашим тепличкам, потому что нам нужно купить, опять-таки, рассаду на клубничку. Я этого не сделал в прошлый раз, вы знаете, как это я обычно делаю на все три дня сразу. Берем 7 поддонов с рассадой и грузим их на нашего вот этого мана с платформой. Я тут новую штуку забубенил, прикольную. Сейчас я вам ее покажу. Для начала грузим рассаду. Так вот, бздынь. Все, 7 поддонов есть. Отгоняем его в сторону. И надо взять, друзья, еще 7 поддонов с той же самой клубничкой. Боже, на нее денег, конечно, уходит. Но зато потом какой выхлоп будет, а? Представляете? Ого-го какой. В общем-то, эти 7 поддонов, друзья, мы тоже грузим сразу же на прицепчик. Того, везем сразу же 14. Закрепляем их ремнями. И знаете, что я сделал, друзья? Я записал маршрут курс-плея. Причем записывал я его по автодрайву. Как бы странно это ни звучало. Называется он теплица-посадка. И этот маршрут едет сначала на восточные теплицы. Там это все дело он садит. Потом едет на северные теплицы. Там это тоже все дело проезжает по триггерам, садит. И возвращается на автомойку. Поэтому запускаем его туда. И, блин, а вот, кстати, нету кнопочки, типа, поедет он дальше потом на стартовую точку или нет. Но там, скорее всего, приедет в автомойку. И если он вдруг захочет ехать сюда обратно, на эту точку, то он там, скорее всего, убьется. И мы это увидим. Короче, отправляем его, пускай едет. Он будет туда ехать, я не знаю, минут, наверное, 15 туда-обратно. Ну, не 15, но 10, так точно. Короче, пускай едет засаживает все. Мы же там удобрения везде внесли, правильно? Правильно. Все внесли, все хорошо. Так что, товарищ, давай развлекайся. Далее, друзья, я предлагаю еще продолжить разбираться с нашей техникой. В частности, меня интересует большое количество товарищей, которые будут заниматься у нас вывозом всего и вся, когда у нас происходит глобальная распродажа. Практика показала, что вывозить контейнерами по 30 кубов это, ну, не самая прекрасная идея, которую только можно себе представить. Хотя, опять-таки, я уже не раз говорил, внешний вид вот этих контейнеров вызывает у меня эрекцию. Поэтому, друзья, у нас будет вот такой вот ман. Он может по 48 кубов сразу же вывозить. Это такой нормальный объем. И ездит он быстро, что самое прекрасное. Вот этого товарища мы оставим себе хотя бы одного, чтобы он ездил. Потому что, ну, вот хочется. Мне он мне прям нравится. Это еще будет 30 кубов сразу на вывоз. Единственное, друзья, к нему нужен трактор. И этим трактором, друзья, станет вот эта вот средненькая GCB, которая хотя бы 62 км в час может гонять. Я думаю, что поставим мы ей шины вот такие вот Нокиан. Типа дорожные. Потому что по полям это GCB-шка ездить все-таки не будет. Крепление фронтального погрузчика и тоже не надо. И GPS и в принципе тоже не нужен. Хотя, давайте GPS поставим. Всего 500 баксов. Мало ли, что вдруг когда-нибудь пригодится. В общем-то, вот этого товарища мы покупаем. Еще минус 200 тысяч. Также, друзья, у нас еще есть Урал бортовой, который может, если что, там немножко помочь. По 12 кубов. В принципе, я его использую частенько. И это в сумме дает уже 90 кубов, грубо говоря, за раз. И поэтому, друзья, я думаю, что нам надо купить, во-первых, еще один контейнер. Большой. Вот такой вот. Только не знаю, какого цвета его сделать. Да, в принципе, еще я не знаю, какого цвета его сделать. Оранжевый, конечно же, это будет контейнер. Берем к нему также вот такой вот контейнеровоз. И, друзья, к нему нужен грузовик. И это, конечно же, тоже будет Манхарт. И, скорее всего, оранжевого цвета. Такая вот парочка у нас еще появляется. Мы еще берем, да, деньги уходят. 2 миллиона всего осталось с 8, которых были. И это, кстати, еще не все покупки. Также, друзья, у нас остался еще один вот такой вот контейнер. Я его продавать, друзья, не буду. Я возьму еще один такой же. И большую платформу. Довольно часто так происходит, что когда идет массовая распродажа, она вроде как происходит за кадром, но в это время я еще сам катаюсь, что-то продаю. Иногда это на стримах проходит. И на стримах, друзья, я буду кататься именно с такими контейнерами пачкой. Двумя. Их можно поставить два на одну платформу, как это у нас стоит на маслоэкстракционном заводе. Я увидел, что там есть кнопочка перезагрузить из переднего в задний. Поэтому для ручной продажи никакой проблемы не будет. Увы, на автодрайве, даже с автогрузом, это все дело работать почему-то не хочет. Поэтому, друзья, мы берем еще один маленький именной мой контейнер. Классный. И еще в эту пару большой контейнеровоз. Когда я все это дело пойду сгребать в одну кучу, переставлять, я отвезу вот этот вот контейнеровоз туда, этот контейнеровоз продам, поставлю этот контейнер на тот большой, и, в общем-то, все будет по красоте у нас. Сейчас смысла в этом заниматься нету, потому что сейчас мы ничего вывозить не будем. Пока что. Но с техникой мы разобрались. У нас осталось еще 2 миллиона денег. Кстати, соврал я. С техникой мы еще не разобрались, но остальное чуть-чуть попозже. Мне бы вот разобраться, как тут что-то попереставлять, сделать парковочные места, и все, у меня время вообще не нахожу я для всего этого времени. Но, увы, но, увы. Тем временем, кстати, ман, который сеял все эти теплички, уже все сделал и возвращается на базу. Сейчас мне интереснее всего, остановится ли он на автомойке и скажет, что он приехал до конечной точки, или он попытается поехать на свою первую точку. А то, знаете, как это раньше в курсплее было. Я перевозками в курсплее не занимаюсь уже миллион лет, поэтому без понятия. Там сзади как раз же Сибишка на базу приехала, она мне сейчас понадобится. Но, дружище, что ты скажешь, а? А, доехал до триггера конечной точки. Красавчик. То, что доктор прописал, вот это отлично. Тогда можно его снимать с маршрута и перегнать в какое-нибудь другое место, или я сейчас поеду как раз эти контейнеры покатаю, перевезу все на базу, отвезу, но это еще не все, друзья. Сейчас надо будет еще одного чувачка в работу отправить. Вот этот оранжевый ман, который у нас сейчас есть, мы на нем, как правило, сами катаемся, или же максимум, не знаю даже, как сказать, короче, вездесущий вот такой вот ман для всех задач. То есть на нем я буду кататься, если сам буду контейнеры возить там на стримах, опять-таки на продаже или еще когда-то. Вот он тюки возит, он лес возит, короче, он все делает. Далее, друзья, что мы делаем? Так как у нас еще есть даже, скажем так, свободные слоты на наймитов, нам надо запустить маслоэкстракционный завод. У нас есть лен, я пока не хочу его весь туда перевозить, потому что надо будет еще съездить этому товарищу, еще кое-что сделать. Но одну поездку, одну поездку отвезти лен, мы его отправляем. После этого он вернется на базу, и мы его отправим еще в одно место интересненькое. А потом уже отправим его увозить лен со всей силы. Хотя, с другой стороны, знаете, пускай ездит много раз. Сколько у нас вообще всего льна? Я другую штуку придумал, да. Пшеницу, кстати, уже привезли. Льна у нас 422 куба. 8 поездок, друзья. 8 поездок требуется ему, чтобы отвезти весь лен на маслоэкстракционный завод. Поэтому мы их, в принципе-то, 8 давайте и поставим, пускай ездит и потом возвращается на автомойку. А я, друзья, вспомнил, что есть у нас еще один прикольный пацан, который занимается доставкой всякого сыпучего барахла, и который наматывает мне одометр, кстати. Уже 6000 километров проехал вот этот парниша. Хотя бы 10 до конца карьеры надо ему будет забубенить. Не знаю почему, но мне почему-то вот хочется. И этому товарищу мы сделаем автогруз. Мы загрузим из склада пшеницу дважды, а также загрузим из склада кукурузу дважды. Можно на самом деле было бы даже и трижды, наверное. Но ладно. В общем-то он два раза забирает кукурузу, два раза забирает пшеницу. И везет все это дело на мельницу. Зерно выгрузка, и там все это дело выгружает, и мы запустим, соответственно, мельниц. Кукурузы еще нету, но на Вехикел инспекторе я вижу, что ман, который ее возит, уже заполненный едет на базу. К тому времени, как понадобится, он точно прямо уже приедет. Так что этот товарищ тоже поехал работать, только что-то он как-то не едет, я вам скажу. А, он через парковку решил. Я понял. Все нормально, сейчас доедет. А? Зарулишь нормально? Он зарулил нормально. Все, работает отлично. Выгружается. Не знаю, почему он в прицеп не загрузился на базе. Обычно загружается в прицеп, там все четко было. Ну ладно. Открываем меню заводика. И запускаем нашу линию. Делает она нам льняное масло, и оно сразу попадает на товарный склад. То есть оно уже фасованное. Стоит оно, кстати, довольно-таки дорого. Как и рапсовое масло, кстати. Рапсовое по 3,300 можно слить. Льняное масло по 3,254 максимум. Единственное, прям сильно в больших объемах его сразу же не продашь. Но не проблема, как-нибудь разберемся. В больших объемах можно только ресурсы продавать. То есть, например, можно продать муку или клубнику в большом объеме, потому что она используется как ресурс на других производствах. Конечные же продукты, прям которые конечные. Типа мебель, крупа, масло льняное, рапсовое. Оно не продается, увы, в больших количествах. Поэтому за всем этим надо будет аккуратненько следить. Ну и что-нибудь, да, что-нибудь будет потом. 9.14 утра, друзья. И у нас опять обещают дождь впереди. Боже, как он меня достал. Вам не передать. Но я надеюсь, к следующему утру он закончится, когда у нас опять-таки будет уборка. Очень надеюсь. И значит, а что у нас к 9 утра-то происходит? Во-первых, вот этот вот товарищ закончил возить лен. Соответственно, заводик у нас работает. Он еще будет относительно долго все это дело перерабатывать. Потом мы отвезем туда всю канолу. Это уже будет, когда, знаете, все освободятся, чтобы не нагружать технику. Это не горит. На мельнице, мельница уже остановлена. То есть, то, что мы перевезли туда по два прицепчика того-другого, это все дело остановилось. В принципе, оно как бы тоже не горит все это дело запускать. Она довольно быстро перерабатывается. С другой же стороны, у нас завершилась уборка уже и пшеницы, и кукурузы. Поэтому можно все это дело-то и отвезти. Пшеница 179 кубов получилась, кукуруза 131. Ну и плюс еще по 28 было отвезено и того, и другого на мельницу. Канолу на данный момент собрано 236 кубов. И остается только 11-е поле. Оно там только-только началась уборка? Или не только 11-е? Не, не только 11-е. Еще 6-е, 7-е, но там одна полоска осталась. В общем-то, никаких проблем. 19-е поле у нас, друзья, уже культивируется. Ездят два наших чизеля по кругу вон, катаются и все у них нормально будет. На 4-м, 5-м поле, друзья, уже тоже идет культивация. Там большой культиватор ездит. Там спашка не требуется, поэтому можно обычным культиватором это все по-быстрому сделать. Хотя у него работа еще дохрена, и все остальные поля ему тоже надо будет культивировать. А вот, друзья, кстати, и закончилась уборка на 6-м, 7-м поле. Отправляем мана разгрузить оставшуюся канолу и съездить помыться. Комбайн тоже, соответственно, отправляется мыться, а мы сюда заказываем самолетик, который все это дело у нас удобрит. 6-е, 7-е, бздынь, погнал. Нам же, друзья, нужно еще и за семенами съездить. Для этого поедет Урал, как обычно. И что у нас по поводу следующей посевной, я решил. Автогруз делаем. Смотрите, вот это вот 19-е поле я, друзья, засею рожью. С той же самой целью, для чего мы сажали пшеницу. Нам нужна еще рассыпчатая мука, скажем так. Мы ее соберем, сделаем муку россыпью, отвезем на склад, остальное зафасуем, потом продадим. Поэтому нам надо купить семена ржи. Все вот эти вот поля северные, которые с северу от нашей фермы находятся, я, друзья, засею подсолнечником. И, соответственно, мы тоже самое сделаем подсолнечное масло, заначку, остальное продадим. Канола и лен у нас, по сути дела, на заначку уже точно там хватит на 60 кубов. Поэтому остальное тоже потом продадим. Так что вот этого товарища надо отправить, загрузить со склада семена подсолнечника. Потому что в первую очередь его, потому что посев подсолнечника уже можно будет ставить. И на выгрузку, соответственно, тоже самое ставим. Ну и один раз ему надо будет съездить за семенами ржи. По 12 кубов хватит на все это дело, ржи подавно хватит 12 кубов на засев. 11 кубов требуется семян на посев вот этих всех полей, 12 соответственно хватит. Один раз пускай едет. Так что автогруз у нас готов и, соответственно, автодрайв. Два раза ему надо съездить. После всего этого дела он возвращается сюда и паркуется. Пускай едет. Пока мы занимались этой вакханалией, у нас как раз приехали или не приехали? А комбайн раньше добрался? Как так-то? А, возможно, ман выгрузился, но перед мойкой поехал вокруг кататься. Бывает такое. Во, все. Все работает, все отлично. Водитель прибыл на автомойку. Вот этот едет за семенами, он там разберется. Комбайн моется. Сейчас мы его в гараж поставим. Там, где наши комбайны стоят, я уже практически придумал, как распределить технику. Так что тут, в принципе, все норм. Все по плану. С брусом, друзья, мы следующей серии разберемся. Там тоже, в общем-то, план, скажем так, есть на все это дело. Так, комбайн, ты стой здесь. И здесь еще как раз место для Джоника осталось. Отлично. Кейс, кстати... А, мы его не так давно брали. 50 километров всего лишь накатал. Насчет грузовиков, кстати, я уже тоже придумал, в принципе, как это все дело разрулить. Через пару серий я вам об этом расскажу. И мы этим займемся прям кардинально. Все, пока ты стой здесь. Через 10 минут у нас как раз закончится уборка 11-го поля. Поэтому этого товарища мы тоже поставим в гараж и мана освободим. И займемся тогда перевозкой всего на заводы. И канолу будем возить. И на мельницу, пшеницу. И кукурузу надо будет отвезти. Хотя, на самом деле, сейчас-то 6 человек всего работает. Поэтому можно, наверное, уже этим всем делом заняться, да? Знаете, мне вот особо нечего делать. Я подумал, что мы отправим трактора возить ту самую пшеницу и кукурузу. Почему бы и нет? Забубеним ему сейчас опять-таки автогруз. Ему надо 13 раз съездить отвезти пшеницу. Но мы сделаем, друзья, немножко по-хитрому. Чтобы сразу две линии работали у нас. Мы отвозим пшеницу. Загружаем со склада. Один раз. Потом мы один раз загружаем кукурузу на ферме. Потом, друзья, мы три раза загружаем пшеницу. И ее там уже к тому моменту будет достаточно, чтобы производство работало долго. Затем, соответственно, отвозим всю кукурузу. Я не знаю, зачем я это делаю. Но, как по мне, это довольно-таки прикольно. Девять раз мы везем кукурузу. И оставшиеся девять раз или восемь. Пускай девять будет, неважно. Мы везем пшеницу. Вот такой вот план. Тут у него, в принципе, все настроено. Количество поездок у него больше десяти. Поэтому пускай катается это надолго. В общем-то, пускай катается. Он это все дело отвезет. Потом мы его помоем и припаркуем на место. Отвозить канулу пока что вообще не горит. Поэтому смысла в этом нет. Тем временем у нас, кстати, Урал привез первые семена подсолнечника. Соответственно, можно ставить посев подсолнечника. Для этого надо взять трактор специально, обученный для посева. Ладно, что-то я сейчас херню какую-то сказал про обученный трактор. Ну, короче, есть у нас вот такая... Нет, это не он. Во. Фэнд. 1500. Купи фэнд. Кто помнит, да? Мы меняем ему здесь семена на подсолнечник. В автогрузе мы ему тоже меняем семена на подсолнечник. Генерируем ему маршрутик на работу на поле. Со стартовой точки на парковку ехать тебе не надо. Только разгрузка наполнения. И на поле 4-5 мы его отправляем. И все, пацанчик погнал. У него все будет нормалды. Тем временем у нас, кстати, еще закончилась уборка и 11-го поля. Так что вот этого товарища мы сейчас тоже снимаем с маршрута и отправляем на моечку. Цепляем сжатку. И база автомойка. Погнал. Вот этого товарища тоже, кстати, отправляем туда. Он сначала едет на зерно выгрузка, потом ездит на автомойка база. Ну там как бы работа с комбайном стоит, но понятное дело, что он там комбайн не найдет. Он там просто остановится и будет его ждать. Ну и помоется, соответственно. Так что все это дело работает. Пускай едет. Блин, опять техники миллион работает. Это плохо. На 11-ое поле, разумеется, мы нанимаем самолетик. И все. Здесь все будет удобрено. Все будет по красоте. На базу меж тем уже приехал Урал, выгрузил семена и паркуется. Он молодец. Поэтому он сейчас остановится. Можно будет кого-нибудь другого запустить. Хотя сейчас у нас техники освободятся. Прилично. Еще комбайн и манжи освободятся. Так что все нормально. Э, товарищ, а ты что сюда приехал-то? Или ты все допахал и у тебя парковка стоит здесь? То есть вроде не должен был ехать. Ну ладно. Так, Джоник приехал у нас на парковочку. Он молодец. Все катаются, все ездят. Приятно наблюдать. Он сейчас моется. Мы его ставим в ангар. Ангар закрываем. И все, про комбайны забываем. До следующей уборочной. Долго что-то моется. Все. Помылся. Красавчик. Погнали их припаркуем. Вот тут вот аккуратненько он как-то встанет. Не знаю насчет аккуратненько. Ну короче, нормально. И во. Наши эти комбайны. До хренища комбайнов. Ну как до хренища. Три зерновых и один свекольник. Точнее корнеплоды уборочной. С помощью него же будем и морковку и все остальное потом убирать со временем. Когда придет время. Так, что у нас там дальше происходит? А, чел выгрузился и тоже приедет сейчас. Молодец. Все моются. Вы же рады, что все моются, правда? Этого пацана мы тоже с маршрута снимаем. Хотя на самом деле, кстати-то и нет. У него тоже есть одно интересное задание. Короче, пусть стоит здесь. Сейчас его отправим. Меня еще интересует вот этот вот Т-8, который культивировал. Да, он закончил 4-5 поле. Отправим его на 6-7. Я забыл убрать ему парковку, видимо. В курсплее. Он должен был просто остановиться и сказать, что он закончил. Но он поехал парковаться. Ладно, ничего страшного. Давайте его вот сюда вот поставим. Да, видите, разгрузка наполнения и парковка стоит. Ничего. Отправляем его на поле номер 6-7. По той же самой схеме он поедет работать, только давая разгрузка наполнения. Здесь мы ему ставим поле 6-7. Курсплы и все. Едь, культивируй. У вас на полях работы еще хватает. Далее, друзья. Так как у нас техника немножко освободилась, так что можно немножко поразвлекаться. Друзья, надо вывести на склад брус. И отправим работать вот этого вот пацана на контейнере. Почему бы и нет? Я, друзья, в прошлый раз посчитал, что нам нужно 200 кубов бруса, чтобы была заначка в 60 кубов и мы все остальное могли сделать. Но потом я, знаете, что подумал. На заброшенном цехе ангар для техники. Мы его тоже потом построим, потому что, наверное, обустроим там тоже небольшую фермочку. Потом купим эту территорию и это строительство тоже забубеним. Поэтому повезем не 200, а 220 кубов. И можно забубенить ему автогруз. Для того, чтобы отвезти по 30 кубов. Блин, ну как здесь этот контейнер сейчас найти? Скорее всего, это вот этот. Он на этой территории один стоит. Короче говоря, для того, чтобы ему отвезти 220 кубов, ему нужно 7 раз отвезти по 30 и 1 раз по 10. Соответственно, на мебельной фабрике он загружает брус и везет его 7 раз. А потом он загружает из склада брус, только не 30 кубов, а 10. И везет его 1 раз. Вроде как на выгрузку ставить не надо будет. Он там сам прекрасно выгрузится. Поэтому мы и не будем. В итоге ты едешь на мебельную фабрику, на брус загрузка и выгружаешься на склады брус выгрузка. Я потом это в отдельную папку сделаю и все никак не соберусь. Ну и съездить тебе надо 8 раз в сумме. Поэтому давай, едь катайся. Единственное, еще да, на настройках надо поставить тебе отвозить при уровне 20%. Это я, кстати, зря его отсюда прямо запустил, потому что он сейчас поедет парковаться куда-нибудь. Давайте его на дорогу хотя бы выведем. Все, дружище, катайся. У тебя все получится. Также, друзья, кстати говоря, у нас на мебельной фабрике есть немного щипы. Ну то есть как, 200 кубов это довольно много. И вот этот вот товарищ, который у нас вот здесь на мойке стоит, только что помылся. Мы ему, скажем, съездить на мебельную фабрику, на щипа загрузка и эту самую щипу привезти к нам на склад на базу. С цепучей выгрузкой 1 пускай будет. И забрать, да, щипу. Без автогрузов. Один раз тебе съездить. Едь, вези. И все будет нормалды. Вот этого мана я, наверное, не знаю. Давайте его тоже помоем. Освободим отсюда место. И поставим ко всем остальным. Хотя, с другой стороны, ему грунт возить надо. Хотя, с другой стороны, у нас так тут работает техника, уже дохренище. В общем-то, перевозки закончатся. Грунт, я думаю, что я акцентировать сильно внимание на этом не буду. Во время посевной, пока будет время, он там покатается, повозит. Сейчас мы его сполоснем. Вам же нравится, когда техника все время чистенькая. Посев вот у нас поздно начался. Вот это, конечно, херово. Но, что поделать, что поделать. У нас, благо, будет разгрузочный день, когда мы опять сможем это все к утру ближе перенести по графикам. Кстати, подсолнечник зреет довольно-таки быстро. Может быть, в каких-нибудь 8 утра у нас опять появится возможность начать уборку. И это тоже будет вполне себе хорошо. О, дружище, стой здесь. Вместе со всеми грузовиками. Вот этот вот забросочный цех, который я говорил, я, наверное, туда все грузовики буду возить. Там будет такая у нас автобаза фур. Почему бы нет? Там построим склад вот этот вот хитрый. И все будет там классненько. Брус загрузился. Все прекрасно. Нет, не все прекрасно. А, он пропускает мана, да? Слава богу. Я уж подумал остановиться и надо опять здесь что-нибудь мутить. Не, все нормально. Ман, соответственно, скорее всего загрузится сам. Без проблем. Да, ман загружается. Он отвезет. Потом поедет помоется. И тоже все будет классно. Щепу, друзья, мы тоже выгружаем. Я его что-то перехватил, потому что мне нечем заняться было. Сам доехал. Сейчас мы его тоже здесь поставим. Ко всем остальным. Пускай вот эта вот кучка висит на всякий случай. Лежит. Висит, да. И этого парнишку мы тоже ставим ко всем остальным грузовичкам. Пускай стоит. Слушайте, у нас довольно-таки большой автопарк уже появился, да? И все маны, кстати. Смотрится вполне себе хорошо и интересненько. ЖСБшка, кстати, тоже уже добралась до наших товарных складов. Сейчас мы посмотрим, чтобы здесь все четенько работало. И, в принципе, на этом-то и все будет. Все самое важное, все самое интересное, по сути дела, уже было. Да, все выгружается. И это прекрасно. Блин, ну контейнеры вот классно. Не знаю, мне они очень нравятся. В общем-то, друзья, смотрите, что у нас по заводам. Мельница у нас шуршит. Пасовочная линия отключена. Ее в следующий раз запустим. Когда все выведем, крупорушка работает. В общем-то, у них тут все нормально. Сейчас сюда еще подвезут пшенички. Потом подвезут немножко кукурузки, чтобы все было четенько. Маслоэкстракционный завод у нас тоже работает. Лен перерабатывается. Завод работает круглосуточно, поэтому тут, в общем-то, тоже все нормально. Дальше я, друзья, уже за кадром сейчас закончу посевную. ЖСБ-шка отвезет весь брус с мебельной фабрики. Можно, кстати, запустить линию производства ДСП, потому что пускай щипа вся перерабатывается в ДСП. Когда выведется весь брус, его тут останется, правда, совсем немного. Черт, мне позвонили, я мысль потерял. Ну, ладно. Ничего страшного. Короче, заводики у нас работают. План вроде как на ближайшее будущее у нас понятен. До дождя мы успели все убрать, это хорошо. Надеюсь, дождь закончится к следующей уборке. Это самое главное. Все, что надо поперевозить, я сейчас тут потихонечку поперевожу. Ну и эту серию мы на этом закончим. Она, наверное, опять длинная получилась. Следующая будет, скорее всего, короче. Потому что, по сути дела, там надо будет только убрать подсолнечник, все засеять и так далее. Может, еще что-нибудь прикупим. Ну и, друзья, тогда на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайкусики, пишите ваши комментарии. Спонсорам вообще отдельная пятюня за поддержечку. Если хотите смотреть серии заранее, то можете оформить мега дешевую спонсорку. Ну и, в общем-то, у меня на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok